Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 а затем уже и в нашей повседневной жизни. Отца Небесного, Святого Боженного, Гори Иисусе Христе, пришедши на запас солнца, обидевши смерть вечерней, святого Духа Бога, достоинья сила вся времена, обидеть и грозный преподобный, святый, святый Божий животная, тем же мир злой. Детский хор Виктория, Школа Искусств номер 4, руководитель Шошина Лариса Юрьевна. Окончание зимы дарит нам право насладиться снежными забавами и вдоволь надышавшись свежим морозным воздухом погрузиться в ожидание весны. В сырную неделю особенное внимание уделяли встречам со своими близкими и дальними родственниками, ходили друг к другу в гости, собирались всей большой семьей. Это прекрасная традиция. В холодные зимние вечера каждому человеку особенно необходимо почувствовать тепло семейного очага, согреть душу теплым разговором в уютном семейном кругу. Да, действительно, традиция как формы передачи, усвоения и украшения русским народом христианских норм всегда помогала нам сохранять свою нравственную чистоту, нравственные силы. Она воспитывала нас даже тогда, когда о Христе позволительно было только молчать. Вся русская культура, литература, живопись, музыка, которую мы сегодня слушаем, вся она удерживала нас в однажды опретенных нашими отцами ценностях. Принципиальной особенностью, отличающую сегодняшнюю семью от семьи 100-летней давности, было обилие в семьях детей. Средняя семья в России имела примерно 8 человек, 8 человек детей. Понятно, что такая семья имела совершенно другое устройство, совершенно другой быт. «Все знали хорошо заповедь Божий, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Наша земля велика». Невозможно было, чтобы ребенок находился в состоянии ленности, так как родители вряд ли могли бы прокормить такую большую семью одни без их помощи. Детских садов не было в помине, и дети воспитывались только в семье. С раннего возраста приступали к трудному. Даже на посиделках домашних всегда, когда происходило какое-то общение, одновременно выполняли какую-то несложную ручную работу. Предоставить детей самим себе было совершенно непозволительно. Кроме того, надо сказать, что быт христианской семьи черпал себя в богослужении христианской церкви, где читалось Священное Писание, где священник произносил проповеди. Приступали к таинству покаяния, а также к таинству Евхаристии или Причащения. Хотелось бы, чтобы мы помнили, что если человек сотворен Богом, то и мир, устроенный вокруг него, сотворен Богом же. И значит, законы, которые существуют вокруг нас, также созданы Богом, наиболее благоприятные для нас. Так и семья есть устройство Бога человеческое. Оставить человек отца своего и мать свою, и прилипеться к жене своей, и будут двое, одна урочь. А теплый разговор в уютном кругу семьи нам совершенно необходим. Мы можем сами помочь детям выборить темы, чтобы эта тема сохранила чистоту детской души, чтобы защитила и укрепила его внутренний мир, воспитала твердость и следование правды. А это беседы о Боге, беседы о житиях, о жизни святых, о истории нашего Отечества, о нашей личной истории, обо всем том, что поможет детям осознать себя единой частью огромного божественного мира, в который они войдут, взлеленные любовью и заботой своей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Александр Ерешко В свое время в Астрахани он нашел старожил звонаря, обучившего его особенной манере исполнения, которая придает звону абсолютно другой характер. И если говорить о возрождении традиций, то это и есть пример скрупулезной работы для восстановления образа эпохи. И сегодня дело Александра Ерешко продолжает свое существование. Житель нашего города Константин Пескунов передает навыки звонарного искусства уже нашим детям. Сейчас у нас есть шанс насладиться той уникальной манерой исполнения звона в южной традиции. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Царицыне концерты всегда поддерживались местным духовенством И сегодня на нашей встрече присутствует настоятель храма святого равнопостерного князя Владимира Председатель отдела религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии Игумен Христофор Казанцев Мы почтительно просим вас обратиться к нам со словом отеческого наставления Добрый вечер, дорогие друзья! Всем на сердце благостно, приятно после, вы, наверное, заметили в сегодняшний день у всех рабочий, в утренний мир, в раздрае И попасть в эту атмосферу, необыкновенную атмосферу Это не концерт, не время, наверное, концерта, а время духовного созерцания Вот, ведущий, когда рассказывал о семье, задал такую высокую тему для наших размышлений Задумывались ли вы когда-нибудь вот над таким фактом? Говорят, прекрасная Франция, старая добрая Англия Говорят, святая Русь Что в нашей стране все святые жили? Или в нашей стране нет грешников? Конечно, в нашей стране есть и святые, и грешники Но идеалы нашего народа, они всегда устремлялись к святости Мы воспитывали детей, говоря, что цели жизни нашей, они не сиюминутные Искусство – это то явление, которое нам помогает думать о Боге Святой Григорий Богослов, отец церкви 4 века писал Если и есть наивысший способ прославления Бога – это поэзия и музыка Большая благодарность устроителям этого сегодняшнего духовно-созерцательного вечера За то, что мы уйдем отсюда иными Может быть, в нашем сердце появится ревность, мужество и желание Что-то в своей жизни изменить и исправить Мы откроем о себе много доброго, может быть, много негативного Впереди поприще великого поста И это есть возможность и шанс поразмыслить над качеством своей жизни И встать на путь изменения или преображения своей жизни Чтобы как можно меньше отрицательного и негативного было А как можно больше было добродетели, любви, святости и мира Мое священническое слово сейчас обращено к вам с вестью о мире В воскресенье, через два дня, послезавтра у нас прощенный день Согласитесь, а разве в семье не должны уметь просить прощения супруги и дети Дети у родителей, супруги друг у друга А разве в семье не должны уметь прощать Есть хорошие русские обычаи в эту неделю, в эту масляную сырную седмицу Приходить друг к другу в гости Трижды целоваться в щеке Сначала говорить Прости меня Христа ради И кланяться поясным поклоном Тот, у кого просит прощения, говорит Бог простит и меня прости И тоже кланяется поясным поклоном И после этого обниматься Трижды целоваться друг к другу в щеке Ну, на крайний случай смс-ку написать, да? Прости меня Христа ради Вот давайте вот это принесем в нашу жизнь Ну, не с понедельника будем, а отчет Вот мы нуждаемся, понимаете? Мы нуждаемся в каком-то... Так вы знаете, вот остановились и все начинаем с чистого листа А прощение ведь это великая добродетель Нужно и самому уметь прощать Не помнить зла Если мы вот будем в своем сердце складывать все зло Что будет с нами? Вот что будет у меня внутри? Если у меня будет обида на одного, на другого, на третьего Я буду эту обиду постоянно переживать Мотать эти мысли в своей голове Мне самому точно станет жить Ведь мы хотим, чтобы был мир и любовь Вот христианин в церкви может этот мир и любовь стяжать Вот это какой-то парадокс Знаете, как было бы хорошо, если бы у нас на даче сорняки не росли, а вокруг одни розы И не надо было их поливать, им росли и росли Вот так вот А трава, она так чуть-чуть вышла, ее розы раз и забили Вот так и сердце человеческое Вот хотелось бы, а наоборот Бурьян растет Его можно не поливать, он все равно растет Вот так и наше сердце человеческое, оно похоже на дачу Много может быть бурьяна И ненависть, и озлобление, и разочарование И гнев, и зависть И все, оно у нас здесь сидит А вот доброе, оно что-то не растет И от нас требуется труд, чтобы вот это доброе в нас проросло Это называется в нашей православной традиции духовная жизнь Когда мы работаем над тем, чтобы в нашем сердце укреплялось, развивалось Расцвело, как прекрасный цветок, любовь, миролюбивые отношения друг к другу Человеколюбие, терпение А разве нам не нужно терпение? Ведь сколько нужно терпением покрывать немощи наших домочадцев? Жене покрывать немощи мужа, мужу покрывать немощи жены И все это терпением надо покрывать Иначе будет конфликт и ссор Мы сдадались неспособными К проявлению большой духовности А на этом месте в наших сердцах чего только нет И вот время Великого Поста Это время, когда мы можем начать пахать наше сердце Вырывать оттуда сорняки И дать возможность жить добродетели Сегодняшний концерт, он вот как-то так подобен Ну, по крайней мере, вот потому, что уже было Что поддерживается в нас желание ревности в духовной красоте Прекрасно пели дети И вот мы зашли там с улицы, с маршрутки, да И вы чувствуете все наши мысли, эмоции же унесены Уже житейская суета и надмирность куда-то отступает И мы погружаемся в духовные размышления Важно уйти отсюда с этим настроением Сохранить это настроение И вот такой духовно созерцательный момент В котором мы находимся Чтобы он уже нас сподвиг к встрече Великого Поста И вот к такому большому подвигу Чтобы мы ко дню Пасхи 8 апреля Пришли духовно укрепленными Сходили на пасхальное ночное богослужение За время Великого Поста сходили на исповедь к священнику Вылили вот из себя все вот это вот как вот из сосуда То есть этот негатив причастили святые христовы И вот обновились и встретили Пасху И это будет новый этап нашей жизни Новый этап качества нашей жизни А искусство сегодняшний вечер нам в этом поможет Спасибо большое всем, кто принимает участие Спасибо большое артистам, которые нас духовно укрепляют Своим искусством рождают в нас решимость Спасибо организаторам, а вам всем зрителям Помощи Божьей, терпения и главное ревности и решимости Как говорит псалмопевец Мужайся и докрепится сердце твое Спасибо вам В прошлом случае упрощенному воскресенью У человека возникает потребность настроиться на Великий Пост И в этом нам опять же помогает духовная музыка Она дает повод к размышлению У нас возникает стремление попросить друг у друга прощения Постараться понять другого Примириться, чтобы вступить в пост С чистыми помыслами, душой и чистой совестью Люблю тебя Чем полудню зарет И небо ухватив Зарделось Под признанием И солнца луч Примуду заря С улыбкой посылали Жгучие лапсани А день, как бы еще не доверяя Осуществлению своей заветной груз Спускался на землю С улыбкой утирая Блестившие вокруг Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Великом посте можно сказать, что это пост с большой буквы В ряду других постов он занимает первое и наигладнейшее значение Изначально постились только язычники, которые собирались стать христианами И пост был устроен для них Как последний этап подготовки к святому крещению Но это вносило неравенство в отношении между постящимися и непостящимися И постепенно поститься стали все Само слово пост имеет два смысла Пост как воздержание Имеет воспитательное значение для нашей воли Значение это то, что делает душу нашу более независимой от плоти От тела, чтобы слегка погасить избыток дурной энергии И пост как место воина, стоящего на карауле Это как время военных сборов, куда мы призваны для того, чтобы отточить наше воинское искусство Это время, когда душа наша должна встать на стражу Так как каждому из нас верена святыня непостижимой ценности, о которой мы не смеем забыть Сам Творец пришел в мир, чтобы все мы имели возможность быть с Ним в том небесном граде, где пребывает Он Сам Что на языке наших православных отцов называлось спасением Пост это также знак нашей солидарности Это осознание нашего духовного единства Пост это средство для достижения цели А цель победа над собою, над своими длинными стремлениями Но если у человека этой цели нет и ему не интересно никакое внутреннее наведение порядка Возьмите легкие платы и несите их с честью Верный умам будет поставлен над многим АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Программы духовных концертов в Царицыне были разнообразны. Исполнительский уровень городских церковных хоров, руководимых образованными музыкантами, высок, поэтому позволял исполнять и духовные сочинения, и концертные циклы, и произведения русских и зарубежных композиторов. Спасибо. Особой живописной концерты наполняли произведения, отображающие красоту русской природы, яркую, красочную и полную таинственного волшебства. Одно из наиболее светлых и радостных произведений о красоте русской природы считается стихотворение «Зимнее утро», созданное в 1829 году великим поэтом Сандром Сергеевичем Пушкиным. В нескольких простых и изящных фразах описывается красота зимней природы, когда дуэт «Мороза и солнца» создает необыкновенно праздничное и оптимистичное настроение. Чтобы усилить эффект, поэт строит свое произведение на контрасте, упоминая о том, что еще вчера и вьюга злилась, и на мутном небе мгла носилась. Пожалуй, каждому из нас хорошо знакомы подобные метаморфозы, когда в разгар зимы на смену бесконечным снегопадам приходит солнечное и ясное утро, наполненное тишиной и неизъяснимой красотой. ПЕСНЯ Пора, красавица, проснись! Открой, сомкнули, генной взоры, На встречу селой доброй. Звездаю севера явись! Вечер, ты помнишь, в юг злилос, На утром небе глазивос, Куда, как бледное петло, Сквозь лучи врачные желтела, И ты печальною сидела. А нынче погреть и вокруг, Под голубыми небесами, Великолепными патрами, Блеся на солнце, Свет лежит! Позрачнее, сладень, чемпелье, И если синий тень имеет, И греч, что подальком блестит! Позрачнее, сладень, чемпелье, 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 О городи высокий мор, На земле явился, Смиренный человек! Аллилуйя! 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 Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Мы приставлены не просто к общению с Богом, мы приглашены стать гражданами Его Царства. И не просто гражданами, а наследниками удостойными чести усыновления. Благодаря непостижимому таинству соединения нашего человечества с плотью и кровью Сына Божия. В это поверить трудно, вдумываться страшно, но церковь соборно утвердила слова святителя Афанасия Великого. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом, не меньше. Для вхождения в царство совсем нетребовательный Бог призывает нас научиться малому, научиться прощать, потому что царство любви не имеет силовых решений. Оно есть царство мира, и раз прям места нет. И становясь на путь Великого Поста, мы пытаемся хоть как-то научиться соответствовать чуду любви, научиться быть лишенными всякой злобы, раздраженности и обрести главные способности прощать и иметь смелость просить прощения. Мы далеки от совершенства, и это умение нам необходимо особенно, как вода для огня. Редкий случай, когда чин прощения, как часть богослужебного цикла, выходит далеко за церковную ограду. И помним мир Кремча там, где установлена справедливость. А в усилиях наших да поможет нам Бог, не забудем к Нему обращаться за помощью. Неотразимым острием меча, отточенного для последней битвы, да будет слово краткое молитвой, ясным знаком тихая свеча. Да будут взоры к ней устремлены в тот недалекий строгий час возмездия, когда померкнут в небесах созвездия, и свет уйдет из солнца и луны. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Что ж, и прекрасно веселитесь, я буду пробовать что-нибудь повезти. И смотри, мол, что ж, и прекрасно веселитесь, я буду пробовать что-нибудь повезти, я буду пробовать что-нибудь повезти. И смотри, мол, что ж, и прекрасно веселитесь, я буду пробовать что-нибудь повезти. И смотри, мол, что ж, и прекрасно веселитесь, я буду пробовать что-нибудь повезти. И смотри, мол, что ж, и прекрасно веселитесь, я буду пробовать что-нибудь повезти. И смотри, мол, что ж, и прекрасно веселитесь, я буду пробовать что-нибудь повезти. И смотри, мол, что ж, и прекрасно веселитесь, я буду пробовать что-нибудь повезти. И смотри, мол, что ж, и прекрасно веселитесь, я буду пробовать что-нибудь повезти. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Вот и подошел к своему завершению концерт «Прикоснусь к святому сердцем», открывающий фестиваль православной культуры «Царицынский благорест». Благодарим за участие в концерте Волгоградскую хоровую капеллу и хор Театра «Царицынская опера» главный хормистер Юрий Памфилов. Оркестр Театра «Царицынская опера» главный дирижер Сергей Гринев. Хор «Виктория» музыкальной школы номер 4, руководитель Лариса Шокина. Заслуженную артистку Российской Федерации Анну Девяткину. Мауреатр международных конкурсов Ольгу Сабирову. Звонаря храма Георгия Бобиноносца Константина Пескунова. Текст читал Игорь Шаповалов «Росток на Дону». Ведущий именно Тесленко Павел Владовский. Впереди еще много встреч, ближайшая из которых состоится ровно через месяц, 16 марта. Мы будем ждать вас в зале Театра «Царицынская опера», чтобы, восстанавливая утраченные традиции, вновь добрести свет радости общения с Богом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 в училищах, чтобы вести их к свету, чтобы отводить их от этого зла, которое творится вокруг. Это было, безусловно, необычно для людей, но приняли очень хорошо и благодушно, потому что мы попытались показать, что церковь настолько близка людям, насколько близка искусству, что возможен симбиоз и социального, и оперного искусства, и православного искусства, и в том числе и богословления. Сегодняшний концерт показал, что духовность русских людей очень большая, и побывав на этом концерте, я думаю, каждый, в том числе и участники концерта, и зрители, получили огромное наслаждение. Это радость духовную, это желание дальше жить и желание обратиться к свету и Богу.